Урок русского языка Учительная настоящая ошибка – это не исправлять своих ошибок. Значит, наша сегодняшняя тема – фиксация и устранение своих ошибок на основе алгоритма. Определите цель урока. По высказыванию «Ошибка вучит человека уму, разуму». Педагогическая цель урока – это деятельностная цель формирования умения фиксировать и исправлять ошибки на личностном уровне. А содержательная цель – умение применять изученные понятия, правила, алгоритмы на практике. Каждая ошибка начинается с пробного действия. У нас было такое пробное действие в декабре 2019 года, в прошлом году. Эти ученики сейчас учатся в 10 классе. Оценки были такие. Вроде хорошие оценки, но ошибки были. Задание части 2. Вот посмотреть, если посмотреть ошибки, то в третьем задании все допустили ошибки. И на 12-м задании тоже. На остальных заданиях ошибки были разные. И ребятам, средним ученикам или слабым ученикам, конечно, задерживать все это в уме, как исправлять свои ошибки, все это держать в голове, конечно, было трудно. Поэтому мы придумывали алгоритмы к этому заданию. Эти алгоритмы имеются в пособиях, но они разные. Иногда эти задания ребята не понимают, поэтому мы задания переделали по-своему. Задание 2. Обоснование ответа на заданный вопрос. Вот шаг работы над этим заданием. Первое, второе, третье. Второе, третье задание – это фразеологизм. Для ученика – это находить предложение фразеологизм, отличать устойчивое сочетание от простых словосочетаний. Вот именно на этом задании все ученики допустили ошибки. Задание 4. Правописание приставок. Тут приставки на глухость и звонкость. Иногда ребята не понимают, какие звуки бывают глухие и звонкие. А иногда некоторые ребята запоминают по парам. Поэтому мы нашли такой прием. Определять, какой звук – звонкий или глухой. Очень просто. Если держать палец, вот именно на горле, и здесь, если говорить в звуке, вибрация идет. Допустим, слово такое. Бездельник. Без... Вот именно вибрация есть. Вот это звонкий звук. А бессердечный, без... Глухой звук. Так этот прием моим ребятам помогает, и они это понимают. Второе – это приставка «при». В значении «оч». А третье, очень распространенное для заданий, для всех заданий ОГЕ – это «при» приставка. Присоединение, приближение, неполное действие надо объяснить по каждому понятию. Так, и задание пятое. Правописание существа тут сложно. Объяснение сложное, и задание сложное. Поэтому все вот эти надписи, которые мы нашли и в пособиях, и сами придумали, они ребятам помогают. Шестое задание – языковое средство. Это замена разговорного слова литературным синонимом. Так, и опять шаги есть. Так, задание восьмое – типы связей слов. Управление, согласование, примыкание. Тоже по шагам можно определить. Грамматическая основа предложения является самой базовой. И поэтому это задание, иногда, и двенадцатое задание, тоже связано с девятым заданием. Выделите главные члены предложения. В состав сказуемого могут входить. Если сказуемое состоит из двух слов, вот это для детей, конечно, является трудом. Рад встретить, готов сказать и так далее. Задание десятое – обособленные члены. Это тоже трудный вопрос. Все обособленные члены предложения, конечно, были пройдены в предыдущих классах. Но причастный оборот, непричастный оборот, уточняющие члены предложения – это трудно для детей. И поэтому вот шаги тоже есть. Задание девятое – грамматическая основа предложения. Десятое – обособленные члены предложения. Одиннадцатое – вводные слова. Тут все группы – уверенность, сомнение, различные свойства, источник сообщения, порядок мыслей, способы оформления мыслей. И последнее задание – определить количество грамматических основ предложения. И предпоследнее. Тринадцатое задание – бессоюзные сложные предложения, сложно сочиненные, сложно подчиненные. Все типы предложений, сложно предложений даются тоже шагами. Вот, так и последнее задание – тип предложений. Перествование, описание и рассуждение. Так, у нас были ошибки на пробном АГЕ. И ошибки были общие. А перед исправлением своих ошибок дети знают. Они знают вот эти шаги. Ошибка не враг, а повод задуматься. Сначала твои ошибки, именно какие ошибки совершил ученик. И что ты должен уметь конкретно по каждой ошибке. Это уже по алгоритму. Каждый алгоритм. Все алгоритмы, в общем, находятся перед, на парте, в руках учеников. И поэтому они все алгоритмы знают. И третий. Из любых вариантов надо выбрать задание только со своими ошибками. В пособиях бывает 30 вариантов. Так и ученик выбирает, если он ошибся по заданию 2, то он выбирает только вторые задания. 30. Пусть будет 30 вариантов. Ну, конечно, он хотя бы сделает 10 ошибок, 10 вариантов. Так и попробует выполнить эти задания. Потом проверяют. В конце каждого варианта проверка есть. Поэтому они могут узнать, где ошиблись, а где все идет хорошо. Так и фиксируют новые ошибки. Эти ошибки он потом дальше будет выбирать в разных вариантах пособия. Но если нет ошибок, конечно, это хорошо. Так, вот общие ошибки у нас в радиологизме были. У нас было 2 общих ошибок в классе. Вот третье задание и 12 задание. Радиологизм. Вот ребенок находит, смотрит свой алгоритм. Там именно написано. Находить предложение в радиологизме – это отличать устойчивое сочетание от простых словосочетаний. И можно еще добавить объяснение. В радиологизме – это несвободные сочетания. И вдовавок можно сделать такое задание – определить значение в радиологизме. Стрелянный воровей, медведь на ухо наступил, бить бакуши, вставать с петухами, убить двух зайцев, тянуть канитель, витать в облаках, плясать под чужую дудку. Конечно, они и даже по звуку отличаются от простых слов, от простых предложений, от простых слов. И вот они вот такие именно готовые выражения должны найти в указанных предложениях своего задания. Так, второе задание наше общее – это 12 задание. Количество грамматических основ. Прежде чем считать количество грамматических основ, ребенок должен знать грамматическую основу. Так, поэтому первый шаг, конечно, это выделение главных членов предложений. И там может быть сказуемое состоящее из двух слов. Рад, готов, должен и так далее. Еще являться, казаться. Вот такие слова иногда дети не замечают. Надо, нужно, можно, необходимо. Все они требуют два слова, два сказуемого. Вот, потом считайте, сколько грамматических основ в данном предложении. Еще при этом задании очень важно. Если одна грамматическая основа – это простое предложение. Если две или более грамматические основы – это сложные предложения. Еще предложения могут быть предложения с однородными членами, то есть союзами. Вот поэтому определите, стоит ли запятая перед союзами. Если стоит, то это сложные предложения. Значит, грамматических основ будет больше. А если это простое, вася и уколят, это будет простое предложение. Это поможет определить количество грамматических основ. Так, теперь, для того, чтобы дети поняли, чтобы им было понятно, предлагаются другие упражнения. Определение количества грамматических основ. Вот, первое предложение. «Небо было усеяно звездами, и окрестность постепенно освещалась сверебристым блеском луны». Второе предложение. «Воздух так чист, точно его совсем нет, и по всему саду раздаются голоса и скриптели». Так, конечно, такие предложения помогут им определить количество грамматического основ. Так, дальше. Мы работали, закончили работу над общими ошибками, и дальше идет индивидуальная работа над своими ошибками. И, конечно, они следуют общим шагам нашим. И выбирают три-четыре более знакомые ошибки. Над всеми, если у ученика десять ошибок, над всеми вот этими работать, и все это запомнить, конечно, трудно на одном уроке. Поэтому на одном уроке можно работать над тремя или четырьмя ошибками. Так, идет индивидуальная работа, и после этого все дети приступают к общему делу. Синтаксическая пятиминутка. Потому что во всех заданиях, особенно в конце, знаки припинания, конечно, требуют у учеников много навыков и умений. Знаки, правильная постановка знаков припинания. Так, а это грамматическая основа определения, и опять же знаки припинания. Так, вот знаки припинания. Дальше. Поставить, где какие знаки, это особенно в конце заданий части 2. Если дети все справились с работой, рефлексия деятельности, работа над ошибками, задача этапа, соотношение цели урока и результатов, то есть 4 ошибки, 3 ошибки исправили, поняли или не поняли. А если не поняли, то можно к чему еще обратиться. Может, пособие поможет, может, учебник поможет. И главное, осознание шагов преодоления своей сотрудничества. Сама оценка. Работа над ошибками включает вот такие шаги, такой алгоритм может. Так, вот именно моя ошибка, номер моего, номер задания, в общем, 2 или 3, или... Что я должен уметь по этой ошибке? Ученик смотрит свой алгоритм. Алгоритм действия у всех на руках. Средства. Если алгоритм не помогает, то он может обратиться к учебнику. Правила может найти в учебнике. Пособие АГЕ тоже есть там. Все задания объясняются. А если еще, может, какая-то другая ошибка, то всегда словари в нашем кабинете перед детьми. Так, способ посмотреть учебник, повторить алгоритм, вспомнить правила. Найти это правило в пособии АГЕ. Обратиться к словарю или к учителю. Самооценка. Самооценка ученик проводит сам. На уроке я работал, самая трудная ошибка. Но самая трудная ошибка, если он до конца не понял, то можно еще на втором уроке работать над этой ошибкой. Как я преодолел свою проблему? То есть, что ему помогло? Или алгоритм, или учебник, или пособие, или еще что. Дорогу, конечно, оселит идущий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok